С Николаем Ивановичем мы играем каждый год с большим удовольствием. Мы очень любим его и очень любим госоркестр. Он вообще когда-то был как бы такой штатный солист госоркестра во времена Светлана. И я его люблю очень как музыканта. Вы послушайте, как у него звучит рояль, да? Ни у кого сегодня так не звучит рояль. Потому что рояль, хотя он называется ударный инструмент. Потому что молоточки бьют в струне. Это ведь ударный инструмент, если так сказать коротко. Вот у Коли он не звучит. У Николая Арнольдовича, извините, он не звучит как ударный инструмент. И вот это очень важно. Сегодня мало кто играет таким звуком, каким может изложить сегодня Николай Арнольдович. Ну может быть еще несколько человек вообще в стране, а может быть и в мире. Да? Потому что качество звука на рояле это основополагающее. Потому что быстро играть у меня научились все. А вот изложить так, чтобы задушивать, что трогало на рояле. Это очень трогло. Бетховен является одним из нескольких самых великих композиторов прошлого. Это среди таких именов, как Бах, Брамс, Шопен, Шуман. И обойтись без Бетховена очень трудно. И должен сказать, что Бетховен вообще композитор чрезвычайно не легкий. Пианизм Бетховена далеко не самый удобный из тех пианизмов, которые свойственны другим композиторам. Но музыка его всеобъемлющая. И уже, думаю, лет 10 или 15 тому назад я сыграл в своем абонементе все концерты Бетховена, включая и фантазия, и включая тройной концерт для скрипки, вимачель и фортепиано. И, в общем, я стараюсь уделять Бетховену как можно больше времени. И мне в бетховенских волнах, мне плавается нелегко, но чрезвычайно как-то приятно. Бетховен 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!